Юрий Веселов автолюбитель с 35-летним стажем. По Тверским дорогам ему приходится ездить практически ежедневно, а потому то, в каком они состоянии, водитель знает не понаслышке. Маневрировать между выбоин, рассказывает мужчина, приходится как в центральной части города, так и на окраинах. Особое возмущение у Юрия Веселова вызывает состояние Сахаровского шоссе. Именно по нему автовладелец ежедневно ездит на работу. Начиная с февраля месяца дорога начала разваливаться. Ямы появились такие, что подвеску и колеса разобьешь. Я обратился в МУП ЖЭК, к диспетчеру, подал заявку, просил их воздействовать. Но конкретных ответов я не получил никаких. Ни ответов, ни ремонта. Между тем, то, в каком состоянии находится Сахаровское шоссе, у неподготовленного автолюбителя может вызвать потрясение в прямом смысле. Дорога буквально исперширена многочисленными выбоинами, различными как по размеру, так и по форме. Чтобы не пробить колесо на одну из них, водителям приходится двигаться по аварийно опасной траектории. Огибая одну из многочисленных выбоин на Сахаровском шоссе, автолюбители вынуждены выезжать на встречную полосу, что чревато столкновением. Некоторые рисковать не хотят, они едут прямо по яме, другие объезжают ее по обочине. Любой подобный выезд на обочину может угрожать безопасности случайному пешеходу, оказавшемуся поблизости. Кроме того, по этому участку Сахаровского шоссе проложен маршрут частных перевозчиков и муниципального транспорта. Если неудовлетворительное состояние дорожного полотна станет причиной ДТП, пострадать могут десятки людей. Между тем, на все вопросы о сроках ремонта обеспокоенные граждане получают один ответ. Сахаровское шоссе поставлено в график на очередь. Сначала город, а поскольку здесь окраина, нас в последнюю очередь. Тем временем и в самом городе приводить в порядок дороги никто не торопится. К примеру, участок на Волоколамском проспекте возле театра «Кукол». Здесь состояние асфальтового полотна лишь немногим лучше, чем на Сахаровском шоссе. Водители опасные ямы по мере возможности объезжают, но получается далеко не у всех. Между тем, неосторожный въезд в подобную выбоину грозит обернуться автовладельцу солидными затратами. При возникновении таких инцидентов, отмечают госавтоинспекции, автовладельцы имеют полное право на возмещение затрат. В возникновении дорожно-трассного происшествия с причинением материального ущерба водитель обязан зарегистрировать дорожно-трассное происшествие и подать иск на возмещение материального ущерба в адрес лица, юридического, который содержит у нас уличную дорожную сеть. Подобные прецеденты уже были, рассказывают в ГИБДД. Кроме того, в адрес ответственных за содержание дорожной сети только за последний месяц выдано более 120 предписаний по устранению ям. Понятно, что тратить деньги на каждую выбоину сейчас нецелесообразно. Логичнее провести полноценный ремонт с установлением теплой погоды. Пока же дело ограничивается ямочным ремонтом. Вот только характер он носит достаточно хаотичный. Это значит, ловушки тверских водителей могут поджидать повсюду. Никита Васильев, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ Пилот.